Урок присоединения Крыма не пошел впрок для Кремля. Там решили отморозить уши на зло НАТО, а потом поиграть с огнем, сидя на бочке с порохом. Россия не отказывается от идеи проведения псевдореферендумов и в который раз определилась, ну якобы определилась с датой. Но почему эти псевдореферендумы так важны для Кремля? Именно в тот момент, когда российская армия терпит поражение за поражением от контрнаступления вооруженных сил Украины. Разгадку озвучил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, после проведения референдумов наступление вооруженных сил Украины на так называемые ЛДНР и на другие оккупированные территории станет нападением на Российскую Федерацию со всеми последствиями. Пендагон же назвал референдумы операцией для отвлечения внимания от тяжелого положения российской армии в Украине. Все же, зачем Кремлю понадобились псевдореферендумы именно сейчас? Обсудим с политологом Александром Морозовым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Александр, значит, по версии Кремля, 8 лет Украина бомбила Донбасс. При этом все эти 8 лет Россия не предпринимала никаких существенных попыток, да никаких, собственно, попыток для того, чтобы аннексировать территорию Украинского Востока. Почему вдруг сейчас это стало необходимым? И тут речь не только же о Донецке, о Луганске, но и отчасти о Запорожской области, Херсонской. Ну, тут надо немножечко поправить и сказать, что дело в том, что Кремль, конечно, в эти 8 лет предпринимал определенные шаги. И в частности, мы все помним, что активно раздавались российские паспорта населению оккупированных территорий. И эта раздача паспортов, она неоднократно за эти 8 лет приводила к обсуждению того, а что хочет сделать Кремль, какова его дальнейшая цель, да, вытекающая из этой раздачи паспортов. И многие, собственно говоря, предполагали, что с какого-то момента Кремль перейдет к присоединению. Во всяком случае, той части Луганской и Донецкой областей Украины, которые оказались под оккупацией. Это одна сторона. Вторая сторона, надо помнить, что оккупационные администрации и в Луганске, и в Донецке неоднократно заявляли о том, что они готовы к присоединению, что это их политическая цель. Эту риторику мы хорошо помним. Но при этом, безусловно, до определенного момента большинство, мне кажется, из нас, из тех, кто наблюдает за ситуацией, профессионально склонялись к мысли, что Кремлю выгоднее использовать вот такой двойной и серый статус этих оккупированных территорий в своей внешней политике, в своей политической игре. И многие находили аргументы в пользу этого, что да, Кремль ведет такую сложную, изобретательную, гибридную войну, и поэтому ему присоединять не выгодно, а выгодно шантажировать как бы с помощью этих территорий и правительство в Киеве, но и также и европейские страны. Что изменилось? Ну, очевидно, что изменилось. Кремль перешел от концепции вот этой гибридной войны к прямой фронтальной войне. И эта война захватническая, это агрессия, несомненно, здесь нет никаких других, и не будет других оценок. И захватнический характер войны, он был обозначен сразу, с самого начала, с первого дня практически войны, потому что первые же шаги в этой войне Кремля, они показывали его намерения. Это была и атака одновременно и с югой, и атака с севера на Киев. Таким образом, можно было с этого момента предполагать, что изменится и намерение Путина в отношении оккупированных территорий. И вот теперь, собственно, вчера Путин об этом объявил. И с этого момента, конечно, захватническая война, которую ведет Кремль, и героическое сопротивление Украины, и ее борьба за несвободу и независимость, они переходят во вторую фазу. Это вторая фаза войны. Да, ну вот по поводу этих псевдореферендумов, ведь звучала дата 4 ноября, и вроде так все будем плавно себе готовить, как утверждали российские оккупационные власти. А тут успех украинских сил на Харьковском направлении, и вот россияне уже быстренько засуетились, и вот прям срочно, молниеносно проводим референдумы. Они рассчитывают, я не знаю, надеются на то, что если эти референдумы проведут, и тут же эти территории якобы присоединят к территории России, то украинские вооруженные силы не будут наступать. На это такой расчет? Я думаю, что здесь надо исходить не столько из расчета, поскольку стратегические расчеты Кремля настолько сейчас сомнительны уже с первого дня войны, собственно, настолько двойственны, и как бы они меняются, и это показала, собственно, попытка нападения на Киев. Да и не только, собственно говоря, мы до конца, в течение шести месяцев этой войны, мы, глядя на ситуацию, не очень ясно понимали, где там какая стратегическая цель Кремля. Продвинуться к Приднестровью по югу, писали одни, другие говорили, что цель войны там свергнуть правительство в Киеве, ну и так далее, и так далее. Поэтому я бы так сказал, что да, харьковское контрнаступление, конечно, произвело огромное впечатление на Кремль. Это мы хорошо видим по телеграм-каналам, по кремлевским медиа, по тому, как отреагировали на ситуацию под Харьковом и российское отступление, как отреагировала вся та, в кавычках, патриотическая среда, которая активно обслуживает агрессивную политику Кремля. Да, да, они были, конечно, в большом трауре и в паническом, в каком-то смысле слова, настроении. Да, в ответ, во-первых, на Харьков и на эти события Путин ускорил движение в направлении аннексии. И второй момент важный. Дело в том, что, по некоторым сведениям, Кремль все-таки пытался вести какие-то консультации, не переговоры, но консультации, в том числе и с Соединенными Штатами, и, конечно, беседовал с Эрдоганом, прощупывал возможности какие-то во Франции. Но и везде столкнулся в последний месяц с тем, что какие-либо, да, вот эти невнятные шаги в направлении перемирия, которые Кремль пытается формулировать, они никем не приняты, потому что Кремль формулирует одни и те же неприемлемые условия. Он только их и формулирует. Я думаю, что это тоже повлияло, потому что все же Путин видит, что масштаб поддержки Украины со стороны альянса, большого альянса стран, он не ослабевает. Риторика, политическая риторика руководителей этих стран не меняется. Никто не собирается отказываться ни от военной поддержки Украины, ни от экономической поддержки в дальнейшем. Кремль читает эти сообщения, несомненно, а они приходят каждый день. Решение крупных международных финансовых институтов о выделении Украине денег на экономическое восстановление, сообщение о том, какие виды оружия поступят еще или поступают на вооружение украинской армии. Кремль исходит из того, что части украинской армии проходят активную переподготовку, продолжают проходить для использования новых видов оружия и вообще новых типов координации войск и боевых действий. И вот в совокупности это, конечно, да, оно, разумеется, действует на Путина. И мне кажется, справедливы те, кто сейчас говорит, что в Кремле своего рода такая паника. И надо сказать, что мобилизация, которую объявляет Путин, она, конечно, будет раскалывать российское общество гораздо сильнее, чем это было во времена гибридного захвата Крыма. Так а что это за такое, даже не просто политическое характере, но и физическое, по большому счету? Потому что мобилизация, это видно, там, за последние сутки, возможно, не так, как хотелось бы, представлялось бы, как на это будет реагировать массово российский народ. Но, тем не менее, это протесты, это задержание, это вызвало очень большую реакцию, очень большой отклик, и неположительный в обществе. Зачем тогда это делать, если ты прекрасно понимаешь, что не обрадуются люди? Да, совершенно точно. Надо сказать, что ведь проблема мобилизации, возможной мобилизации, она довольно активно обсуждалась, в том числе и российскими политологами, и социологами. И все в один голос писали, что мобилизация, она опасна для Путина и для Кремля. Она затронет многие семьи. Это фундаментальный момент. То есть пока Путин какими-то неизвестными руками ведет войну, это не затрагивает миллионы семей. А мобилизация, ее просто даже объявление, независимо от того, как она пойдет, она сразу вызывает ответную реакцию гораздо более широких, менее политизированных слоев. Это затрагивает всех, как, я не знаю, примерно, ну, не будем сравнивать, но затрагивает. И все считали, что Путин будет проводить какое-то переоснащение и армии, и пополнять ее состав, но вот за счет тех мер, которые были до этого. То есть все они уже известны, и он, там, Кремль руководствовался идеей, пусть регионы поставят какое-то количество добровольцев под ружье и будут их использовать. Почему Путин пошел на мобилизацию? Я считаю, что это все-таки явный признак такого коллапса, да, и приближения к катастрофе вообще всей кремлевской политики, потому что нам всем это очень сильно напоминает, как бы, переход на нацистской Германии к тотальной войне. Очевидно, что там знаменитая речь Геббельса о переходе к тотальной войне, она была проникнута примерно вот такими нотами, такими настроениями. Она случилась после поражения под Сталинградом. И вот это объявление тотальной мобилизации, затем ставка на некое чудо-оружие, да, то есть прямое, а в данном случае это прямая угроза ядерным оружием, которое случилось. Александр, вот хочу вас, кстати, про ядерное оружие уточнить, ведь сейчас Кремль пугает этой своей ядерной доктриной, мол, мы проведем псевдореферендумы, присоединим якобы эти территории к Российской Федерации, потом ВСУ начнет контрнаступление, например, на Херсонском направлении, и тогда Россия якобы сможет расценить это как нападение на территорию Российской Федерации и ответить. Но тогда хочется спросить, а как же хлопки в Крыму? Ну, да, дело в том, что Кремль ведь в результате этой своей фронтальной войны создал новую ситуацию. До, собственно говоря, до этой войны мы все хорошо помним, что какая-либо попытка там обстрелов Крыма или тем более обстрелов российской территории, она казалась немыслимой. А теперь это реальность. Это реальность, потому что... И, собственно говоря, дверь к этому открыл сам Путин в своей агрессии. Я думаю так, что... Ну, во-первых, надо смотреть на угрозы Путина так же примерно смотрит, как Джо Байден. То есть надо смотреть в лицо реальности. Ядерная... Возможность ядерного... Тактического ядерного удара со стороны Кремля... Да, надо воспринимать это как реальный сценарий. Не надо этого страшиться. Перед этим теперь не должно быть паники. Надо смотреть как бы в лицо этой угрозе и формулировать ответ на нее. Что, собственно, и делает, и сделал как бы Джо Байден на днях, так сказать, прямо сообщив Путину публично, каков будет ответ уже не только Украины, но и Соединенных Штатов и, по всей видимости, целого альянса в отношении такой попытки. Конечно, ясно, что там большинство внешнеполитических экспертов, дипломатов считают, что Путин не пойдет на то, чтобы превратить до конца человеческой истории Россию в страну-изгое. То есть страну, которая совершила использование ядерного оружия после Второй мировой войны. Тем более в Европе. Но я бы сказал, что надо широко смотреть на вещи. Это возможно. И надо подходить к этому. Быть к этому готовым. Быть к этому готовым. Спасибо вам большое. Александр Морозов, политолог, был нашим гостем. Говорили о том, зачем России срочно проводить псевдореферендумы на оккупированных ею территориях Украины. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.